...потень я к вам обращаюсь, но вот такая вот у меня ситуация, значит, я когда-то выписывала товары почтой, вы уже знаете, были такие, да, фирмы? Да, помню такое. Они есть. Я уже годик ничего не выписываю. Ну вот последнее время мне идут все вот эти вот выигрыши, я уже и писала письмо, что я ничего не выписываю, вы оставьте меня в покое. Но сегодня буквально получилось, что национальная премия, я сижу и думаю. А вот скажите, пожалуйста, Бог вот таким образом благословляет или это все-таки уловки другого существа? Я думаю, что иногда мы действительно получаем теплую пушинку в качестве выигранного приза, но то, о чем вы мне говорите, это по большей части такой лохотрон, простите за выражение, когда нас разводят. Поэтому Reader's Digest есть журнал, где тоже постоянно какие-то вы выиграли машину, вам осталось только прислать там письмо, заплатить небольшую сумму. Так что я бы советовал вам не пользоваться больше этими пожеланиями, участвовать в каком-то розыгрыше. Потому что вы силы потратите, разочаруетесь, как правило, и вы сами уже чувствуете, что здесь что-то не то, правда ведь? Да, потому что они целый год я выписывала, они мне объявляли, объявляли, я поняла, что это лохотрон, я перестала, год уже вообще с ними связи не держу с моей стороны. Но они мне периодически вот присылают миллион-полтора, сейчас прям национальная премия, срочно в порядке делаете заказ, Евангелие причем, потому что я писала, что я верующий человек. Они списывали сами Евангелие там с иллюстрациями какими-то, и прям вот срочно отвечаете 9 дней, и думаю, а вдруг Бог благословляет иногда, думаю, Господи, как хорошо, что радио, я могу спросить. Вы знаете, мне кажется, это не тот случай, когда вы можете получить, как вы говорите, благословение. Вам будут приходить еще в течение какого-то времени эти рассылки, потому что вы в базе находитесь. А может быть, они будут приходить долго, очень долго, и вы устанете уже от всех этих писем. Да, вы уже устали, и кроме того, это вас отвлекает, ваши силы, ваше внимание, и опять это вас приводит в смущение, потому что они как бы подсадили вас на крючок этот. Ну, потому что на самом деле, даже если вы выиграли бы этот, ну, с одной стороны, незаслуженный приз, с другой стороны, вы, в общем-то, заслужили и этих денег. Потому что, как, вот если по-честному, Светлана Ивановна, весь тот труд, который вы приложили вообще вот по жизни, если бы вам сегодня дали премию миллион рублей, вы бы не смутились, вы бы сами себе сказали, ну, Свет, в принципе, ты заслужила. Да, наверное, да. А скажите, почему вы заслужили? Понятно, мне кажется, что та зарплата, которую вы имеете, она не совсем адекватно оценивает ваше вложение. Кроме того, когда вы стали верующей, наверняка вы стали более совестливой, более трудолюбивой, более, ну, такой, требовательной к себе. И, наверное, и до этого вы тоже были достаточно добропорядочной россиянкой, гражданкой России. Но за что все-таки вы на сегодня достойны премии? Назовите две-три вещи, два-три достижения. Ну, по крайней мере, я всегда считаю, что труд человека простого всегда был в оплате заниженный. Мы бы гораздо большего могли бы, конечно, иметь государство, то есть не оценили. А сейчас, когда пенсия крошечная, тем более, тем более мы обижены. То есть это как бы восполнило то, что государство нам обязано за наш, в общем-то, ну, честный труд. Потому что мы, лично, вот я просядываю, я всегда оплачивала все счета вовремя, никогда не было задолженности, там, свет, квартиры. Ну, валясь и кредиты, то всегда такие условия, то есть мы государство никогда не обманывали. Скажите, пожалуйста, Светлана, а когда, Светлана Ивановна, когда у вас возникали конфликты, ну, не у вас лично, а в коллективе, где вы работали, как обычно вы реагировали на эти конфликты? Что вы делали? Ну, вроде, я всегда как-то пыталась все это либо шутку обернуть, либо каким-то образом попытаться людям сказать, что, ну, посмотрите на это вот другими глазами. Удавалось вам повлиять на коллектив? Не скандальный. Удавалось вам так повлиять на коллектив, чтобы напряжение снизилось и конфликт разрешался более мирно? Да, вы знаете, довольно часто это получалось. И сейчас так получается. А если не секрет... Стараюсь делать первый шаг. Ну, примирение там или там как-то погасить конфликт. Если не секрет, Светлана Ивановна, скажите, пожалуйста, чем занималась ваше предприятие или ваша организация, компания? Я вообще... автоперевозки. Автоперевозки. Вы знаете, то, о чем вы мне сейчас рассказали, ведь, по сути говоря, вы снижали напряженность психологическую, духовную, там, моральную. У тех людей, которые сами отвечали за перевозки, и сами, наверное, тоже и водители там иногда были, с ними общались, и те, кто с ними общался. То есть, по сути, вы, возможно, и невозможно, а точно, где-то уберегли людей от аварии, потому что человек в стрессе, он менее сконцентрирован, и на дороге он вот с этим раздражением более уязвим. Он более, ну, как бы опасен, как водитель становится. И в этом смысле, кто его знает? Как говорится, Бог знает, от чего вы предотвратили, благодаря тому, что вы пытались создать мир в коллективе, разрешить конфликт. Вот я к чему это? К тому, что вы, в общем-то, заслужили премию в миллион рублей, хотя бы за это. Это к тому, что нужно адекватно оценивать свой труд, и нельзя занижать свой труд. И нужно знать примерно, сколько стоит ваш труд. Потому что, когда возникают вот такие вопросы, например, в плане выигрыша, да, допустим, вроде как незаслуженно, а с другой стороны, если на нас что-то сваливается вдруг нечаянно, то это не случайно, это неспроста. Значит, если вернуться опять к теме национальная премия, типа вы выиграли, там, миллион, что-то еще, больше-меньше, я бы сейчас рекомендовал вам в этом не участвовать. Потому что и у вас есть смущение, и у меня. А это значит, что лучше подождать. Если уж эти деньги вам должны прийти, они к вам придут. Вы своего не упустите, потому что вы этого заслужили. Но так как нас очень часто разводят, нас, добрых людей, поэтому наша доброта должна быть как змея. Будьте мудры, как змеи. Помните такое выражение? Да, помню. Так что давайте будем змеей. Светлана Змея, Евгений Змей, да. Вот так вот приходится. Как змея, я с вами согласна. Женя, большое спасибо. В общем-то, я, ну, как бы об этом и думала, но вот немножко червоточинка по поводу, а вдруг это все-таки что-то где-то. Да, спасибо и вам, Светлана Ивановна. Спасибо большое за откровенность, за доверие.